Не допустить массового убийства бродячих животных требуют зоозащитники в Славянске. Активисты просят создать в городе центр для содержания бездомных четверолапых. Согласились ли местные власти, знает Мария Сергеева. На центральной площади Славянска митингуют зоозащитники. Общественники обеспокоены слухами, что бродячих четверолапых коммунальщики планируют отлавливать и усыплять. Пусть построят приют для животных, поставят туда общественников руководить. Сейчас в Славянске работает только один пункт временного размещения бездомных животных при коммунальном автотранспортном предприятии. Однако волонтеры уверяют, все хлопоты по содержанию питомника им пришлось взять на себя. Вот этот отловник, он существует только на благотворительные взносы, просто не без различных людей. Тратим свое время и здоровье, потому что нам приходится очень много носить, очень много варить вот сюда. Коммунальщики признают, денег на содержание бездомных собак нет. Например, в прошлом году на отлов животных смогли потратить всего порядка 20 тысяч гривен. Хотя в местном бюджете 2016-го было запланировано 70 тысяч. Деньги выделяются с бюджета именно на работу бригады. Мы их не освоили, потом было сделано перераспределение. Всего на все 18 тысяч 500, то, что израсходовано в 2016-м году. Общественники предоставили свою смету. Подсчитали, во сколько обойдется местному бюджету строительство приюта для бездомных животных, соответствующий всем международным стандартам. Выделить 500 тысяч на собак, это будет абсолютно не пометно для Славянска в финансовом плане, но очень пометно для культуры Славянска, когда мы будем культурными, цивилизованными, и это пометить к другим странам. Поэтапную реализацию плана озвучили в кабинете заместителя мэра. Для начала исследовать, как в городе, что в городе происходит с бездомными собаками, откуда они берутся, где они сосредствуются, какое их количество. Вырабатывать сначала стратегию, затем приоритеты вызначили, а потом садиться вместе, не кулуарно, как вы это сделали, а всем вместе писать новую программу. Тем временем мэр Славянска уже распорядился создать рабочую группу по изучению требований за защитников. Совещание запланировано на следующую неделю. Пригласят на него и защитников животных. Тех, кто захотел войти в нее, они войдут. Также там будут несколько депутатов городского совета и работники исполкома, которые совместно обсудят все те проблемы, которые выразит эта рабочая группа. Именно я имею в виду представителей общественности, любителей собак, назовем так. В то же время, по словам мэра, депутаты Славянского совета на внеочередной сессии планируют выделить 200 тысяч гривен. Но не на строительство питомника для бездомных собак, а на их отлов. Деньги должны заплатить подрядной организации, которая оказывает такие услуги. И именно подрядчик будет решать судьбу четверолапых. Либо разводить их по приютам, либо усыплять. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, Телеканал Донбасс.